Мои произведения никто никогда не разрешал, но и никто никогда не запрещал. Высоцкого посадят, все спектакли проходят со скрипом. Оградив нам свободу флажками, бьют уверенно наверняка. Да, но Владимиру Семеновичу надо к Мизулиной, кажется, в кабинет заглянуть, я считаю, после этого всего. А Высоцкий сказал, что у вас выпить не найдется? Вот так хорошо разговариваем, выпить. Он гениальный поэт, он замечательно поет, он обаятельный парень, но сегодня он не трезвый, его нет. И попавший за это в милицию… А как Вы относитесь к упрекам в том, что он романтизировал блатной мир? Фронтовики – люди, которые реально воевали. Слушая песни Высоцкого, ну, плакали. Он говорит, слушайте, что вы сидите все такие какие-то кислые. Через полчаса открывается дверь, входит Высоцкий и ведет за собой ленинградский мюзик-холл девочки. Кто-то мужик, это как конь, хороший конь в общем. Вот встречается обычный среднестатистический советский мужчина, женщина, которая является недостижимым идеалом и для мужчин, и для женщин Советского Союза. Думал, что откроет Америку для себя и себя для Америки. Он был и остается поэтом, воспевшим в свободу, в самое несвободное для Советской России время. Он говорит, вот из-за этой скорости он умрет. Вы этого не понимаете никто. Быть или не быть? Вот сам вопрос! Привет, друзья! Летом в сезон отпусков в Москве заметно меньше и людей, и машин. Но конечно, ни нынешняя Москва, ни даже ковидная Москва не сравнится с тем, что было здесь летом 1980 года, когда Москва принимала Олимпийские игры. Город был совершенно зачищен. Весь сомнительный элемент – бомжей, проституток, алкоголиков – принудительно вывезли за 101-й километр. Детей отправили в пионерские лагеря. Я вот помню, был совсем маленьким, все лето просидел на даче. Взрослых выпихнули в отпуска и велели без необходимости в город не приезжать. И вообще в Москву тогда пускали исключительно по прописке. И вдруг в этом зачищенном городе, где всё так благообразно, где идут международные соревнования, десятки тысяч людей выходят вот сюда, на Таганскую площадь. Очередь к театру на Таганке выстраивается на долгие километры. Нет, конечно, точных данных, но я думаю, что за всё время советской власти, к тому моменту, это самая крупная несанкционированная акция. И её, что важно, никто не разгоняет. Море людей, вот море. Я такого не видел ни до, ни после. И стоят люди, стоят, они без давки, стоят и смотрят на театр. Некое вот такое чувство единения у людей и дисциплины. Они спокойно совершенно стояли, они были готовы стоять столько, сколько нужно. Театр выходит на Садовое кольцо, вот до середины эстакады, да, люди. И вот так вот вокруг площади, на крышах люди, там, вот я говорю, на деревьях. Люди пускали в квартиру, окна открыты были. Я просто не поверил, я не понял. Я не понял, что так бывает. Все эти люди пришли сюда, узнав о смерти народного артиста Владимира Высоцкого. У него не было такого звания, но он был по-настоящему народным артистом, потому что все в Советском Союзе его знали и все слушали. Здесь, в театре на Таганке, проходила гражданская панихида. Сам Высоцкий не очень любил, когда его называют певцом или бардом. Он всю жизнь предпочитал и хотел, чтобы его считали поэтом. И, скажем, Иосиф Бродский, который был знаком с Высоцким, однажды сказал, что Высоцкий – это лучший поэт России, как внутри нее, так и за ее пределами. Но как ему это удалось? Как ему удалось стать таким знаменитым, что, согласно городской легенде, в 1967 году был якобы даже проведен социологический опрос, и большинство людей сказали, что за новогодним столом они бы хотели отмечать с Гагарином и с Высоцким. Но Гагарин был везде, на каждой передовице, по радио, по телевидению, а Высоцкого нигде не было. Его песни не крутили по радио, тем более не показывали по телевидению. Пластинки его издавались крайне редко и очень маленькими тиражами. Записи распространялись исключительно подпольно. Что сделало его, тем не менее, таким знаменитым? Как при этом он мог выезжать из Советского Союза и объездить десятки стран, при том, что был железный занавес, Высоцкий был полулегальным исполнителем, а чтобы выехать из Советского Союза, нужно было пройти комитет старых большевиков и получить выездную визу? Какую роль в этом сыграла его супруга, французская кинозвезда Марина Влади? Как Высоцкий и Влади стали мужем и женой? И почему сейчас песни Высоцкого как будто бы обрели некую новую актуальность? Почему сейчас их стали цитировать чаще, чем было ещё пару лет назад? Высоцкий был всегда человеком протеста. А это правильно, что его место было в театре на Таганке. Именно в те времена. Конец 60-х и 70-е годы, времён застоя. Соотечественники, братья, к Вам обращаюсь я, друзья мои! Вам лгут, когда заклинают ради чужой славы отдавать свои жизни! Поход в Таганку – это был почти, я не знаю, как сейчас на митинг сходить. Ну, понимаете, непонятно объясняю? Ну, как бы нельзя, ну, как бы вот-вот закроют, там Высоцкого посадят, Любимого вышлют. Он такой, все спектакли проходят со скрипом, спектакли снимают, закрывают. И когда ты туда шёл, то вот, ну, это была акция. Это был не классический театр. Это был Брехтовский театр. Это был условно-уличный театр. Они играли практически без декораций. Они играли, что называется, в своём. Без костюмов. Без костюмов. Во всём видели намёки. А что это? А почему? А что вы имели в виду? Тут товарищ Сталин, а с другой стороны кляксы. Нет ли тут совпадения? И тут то же самое, когда они, павшие живые, ставят спектакль по стихам военных поэтов. Военные поэты, военная тема. Выходят и говорят о переживаниях конкретного человека на войне и о том, что война – это не праздник. Война – это, извините, не то, что можем повторить, а то, что не должно повторяться. Да, конечно, немножко сбивалось толку. О чём это вообще всё? Зачем это? Почему это? И у «Любимого» практически ни одного спектакля без боя не прошло. Всё время что-то нужно было доказывать, утверждать. Вырезать. Вырезать. Потом где-то с фигой в кармане что-то делать. Это плохое выражение, избитое выражение. Не наклястый, избитое выражение. Ну слушайте дальше. Это вырезали, а мы всё равно это сыграли. Постоянно вот такая вот борьба. И через эту борьбу театр тоже жил. Опять же, как и Высотский. Билеты в театре Таганки были вообще как иностранная валюта, как доллары. Понимаете, можно было в магазине «Берёзка» купить всё за эти билеты. Вы в каких спектаклях с ним вместе играли? Ну все основные спектакли. И «Жизнь Галерея», и «Пугачёв», и «Антимиры», и, конечно же, «Гамлетт». Каждый актёр хочет сыграть «Гамлета». Вы знаете, сыграть «Гамлета» для актёра – это всё равно, что защитить диссертацию в науке. Так говорят. Кому-то это принадлежит, это изречение. Но, к сожалению, каждый человек до «Гамлета» включительно должен был решать этот мучительный вопрос, потому что условия, в которых он жил, не позволяли ему решить быть. И от этого «Гамлетт» мучается, от того, что человечество вынуждено решать этот вопрос. Гул затих, я вышел на подмост. Как-то я пришел с отцом на «Гамлета» первый раз. И когда я вошел в зал, он уже сидит на сцене, в чёрном весь переоделся. И вот с гитарой он сидел так, наигрывал что-то такое на гитаре, совершенно такой отсутствующий взгляд. И потом свет уходил, зал затихал, и он шёл и пел вот эти стихи Пастернака. На меня наставлен сумрак ночи, тысячью биноклей носит. Сидит на сцене с гитарой, люди не понимают, что уже спектакль начался. А вот уже оказывается и «Гамлетт». Вот этот мужчина в свитере из гитары, он уже есть «Гамлетт». Он был не антисоветский спектакль «Гамлетт». Он был какой-то вообще ни на что не похожий. И в основном из-за отца, конечно. Так мне кажется. Вот представьте себе, он уезжает в Париж на три месяца. И Любимов его отпускает. Говорит, да ищи. В спектакле на афише написано, допустим, «10 дней, которые потрясли мир». И через запятую Высоцкий достаточно близко к началу, потому что на «в» начинается фамилия. Люди приходят с билетами в театр. Написано объявление, сегодня играет не Высоцкий. Прекрасный актёр, не буду называть кто. Народ бежит в хассу, говорит, нам не надо. Говорит, ну, мы Высоцкого приехали смотреть, да. Это не то, что это... Ну, поймите, он стал не просто большим или популярным. Он стал больше, чем театр. В каком-то смысле, да. А театр – это дисциплина. В театре сегодня-то Гамлет, завтра четвёртый стражник. Допустим, за какой-нибудь прогул, за срыв какой-то и требовали говорить – выгонять. Выгонять – это наш театр, он разрушает театр. Плюс есть вполне понятная бытовая проблема. Когда Вы не можете на человека положиться. Он гениальный поэт, он замечательно поёт, он обаятельный парень. Когда трезвый лучше друга не найти. Но сегодня он не трезвый, его нет. Его завтра нет, и неизвестно, когда он будет. А Вам надо работать. Подумай, старикав. Подумай обо мне! А всего лучше пей. А с другой стороны, он, конечно, очень любил Любимов. Они дружили. И, конечно, Высоцкий начинал каяться. Всё ему прощали. И приказ об увольнении из театра, который вывешивал Любимов. Актёр Высоцкий за хулиганский поступок, уволенный сейчас, всё это ликвидировалось. И он при первом же извинении Высоцкого брал обратно. Но ссорились часто, потому что Высоцкий очень много подводил Любимов. Любимов иногда бился за него. Иногда говорил, да, Володя, а как ты хочешь? Да, вот видишь, все хотят. А причём он любит рассказывать историю, Любимов любил. Что он говорит, мы переведём тебя из актёров в монтировщики. Но говорит, я не могу тебя перевести. Монтировщики не хотят. Зачем нам алкоголик? А алкоголь действительно был проблемой? Или это был повод всякий раз? Проблемой был. И с очень ранних лет его. Вот есть люди, которые пьют кайфово. А он не так. Я его видел несколько раз. Понятно, начиналось всё хорошо. И дальше он просто лежал в мёртвом. В мёртвом поднимался, куда-то шёл. Или ему приносили ещё. Это не то, что в компании, мы сейчас. То есть это не весело было? Совсем. Это вот два, как и не я. Когда человек трезвой формы, он гениально абсолютно работал. И все об этом говорили. И в театре, и в кино. И когда они записывали диски. Профессионализму ни единого вопроса. У меня не было никого в семье. Значит, ни актёров, ни режиссёров. В общем, никого из искусства. Просто мама моя очень любила театр. И с самых-самых малых лет таскала меня в театр. Я думаю, что это осталось. Час зачатия я помню не точно. Значит, память моя однобока. Но зачат я был ночью порочен. И явился на свет не до срока. Вы в каком-то интервью говорили, что Владимир Семёнович не любил вспоминать детство. Почему? Оно было очень сопряжено с большими, с неприятными, с тяжёлыми воспоминаниями. И война сама по себе, и эвакуация, и уход из семьи его отца Семёна Владимировича. Семья у него, с одной стороны, была большая, все любили Володю. Володю все любили. Он был чрезвычайно обаятельный с детства ребёнок. Прямо всеобщий любимиц всегда, на протяжении всей жизни. С другой стороны, в нормальном понимании семьи у него не было. И в нормальном понимании у него всю жизнь не было дома. А почему семьи у него в детстве не было? У родителей уже были не очень хорошие отношения, когда он родился. Ну, так бывает. Плюс отец постоянно пропадал на работе. Он был офицер-связист. Мама тоже была постоянно на работе. Это коммунальная квартира. Воспитывается, ну, понятно, коммуналка, улица. Потом родители фактически разошлись. И жил он с матерью. Нина Максимовна сошлась с человеком, ну, очень тяжёлым человеком, судя по всему. И у отца даже в детских письмах есть некие упоминания о нём, вот о том человеке. Его так называли Жора Банда. Он был такой сам по себе довольно угрюмый человек. А когда выпивал, например, мог побить Инину Максимовну и Володю чем-то там тяжёлым зашвырнуть. И он очень много времени проводил и жил. В конце концов, они решили, чтобы он жил у отца. По суду остался с отцом ребёнок. Уже после войны? Да. По суду он остался с отцом. Он жил с отцом и с мачехой. Почему они, собственно, уехали в Германию? С отцом и с мачехой они уехали туда. То есть воспитывал его мачеха. После окончания войны в 1947-м отец Высоцкого Семён Владимирович вместе со своей новой женой Евгенией Лихолатовой переезжает к новому месту службы в расположение советских войск в Германию, в город Эберсвальде. И берёт сына с собой. Жизнь советских офицеров, только что образовавшейся на месте советской оккупационной зоны ГДР Германской Демократической Республики, была очень благополучной. Никакого дефицита. Отличное снабжение, отличное жалование в марках. Высоцким выделяют трёхкомнатный этаж в доме на элитной улице, где проживает всякое городское начальство. В сравнении с московскими коммуналками это просто рай. Плюс не стоит забывать ещё про важную эмоциональную составляющую. Советские военные, советские офицеры живут в тогдашней Германии в статусе победителей, в статусе освободителей. Они так себя ощущают, они ждут соответствующего отношения. Именно такой впервые в жизни Владимир Высоцкий увидит Европу, что, конечно, сильно отразится на том, как он впоследствии будет писать и как он будет относиться к сграницам. Для него это был, конечно, такой шок. И шок от вот этой жизни, которая на многих производила впечатление, несмотря на то, что там побеждённые, непобеждённые, чисто, хорошие дороги, опрятные люди и так дальше. И я думаю, что вот эта вот мысль о сочувствии к немцам и к ним какое-то такое, что они не просто там люди, а что они, ну как сказать, очень во многом круче, чем во всяком случае мы о них думали, как минимум. И это осталось, и у него оттуда, мне кажется, осталось вот такое уважение к Европе, которую он видел мало, но видел в детстве. И его желание туда ехать. Первое, что он сделал, когда он вернулся, что с ним произошло, когда он вернулся, он был хорошо одет из Германии, в хорошей куртке, и мальчишки в школе ему накостыляли, и кличка у него была «фашист». Это было на большом каретном. Где твои 17 лет на большом каретном? А где твои 17 бед на большом каретном? А где твой черный пистолет на большом каретном? А где тебя сегодня нет на большом каретном? Собственно, он и оказался на большом каретном, Высоцкий, потому что очередная была квартира, Там жили мачеха с отцом. Вообще это удивительное место, каретное. Это было становление, была юность, детство фактически. Я вообще начинал писать, никогда не рассчитывая на большую аудиторию. Я не думал, что у меня в будущем будут какие-то дворцы, залы, стадионы и здесь, и за рубежом. Я никогда это не предполагал. Я думал, что это будет написано и спето только для маленькой компании моих близких друзей. Что за компания на большом карете? Артур Макаров – это приёмный сын, Сергей Герасимов – режиссёра, и Тамара Макарова, Анатолий Утеевский, Львон Кочарян – второй режиссёр Мосфильма. И благодаря ему во многом Высоцкий получал роли в первых фильмах. Плюс как старший товарищ, а в таком возрасте, в подростковом, это чрезвычайно важно. И даже проводя очень много времени в этой компании на большом карете, на дотом Володя ночевал, просто оставался на несколько дней. И через этот дом на большой каретной кто только что не прошёл? Шукшин, Тарковский – масса. И они все пересекались? Так или иначе. С кем-то больше, с кем-то меньше. С Шукшиным, Шапочно, с Тарковским довольно близко общались. Тарковский даже в Ивановом детстве, в Андрее Рублёве собирался Высоцкого снимать, но не снял. Там были проблемы с алкоголем и графиком. Ну вот, да, из-за алкоголя, из-за графика, из-за всего. Плюс вы можете подвинуть график, если вы действительно ждёте суперзвезду у себя в картине. А если просто артисты, то можно найти другого. А его знакомство первое с людьми из уголовного мира, вернувшимися из лагерей, где происходит это когда? Эти люди жили в тех же домах, где жили профессора, где жили военные, где жили милиционеры. Там он с этим сталкивался, и там каким-то чудом его это не затянуло, потому что там ребята из этой же школы, которые попадались, которых сажали по малолетке и так дальше, которых как бы втягивали в этот круг. В преступный мир. Да, да, ну, мир или там, может, они где-то там стояли, смотрели, когда грабят квартиру, я не знаю, как это было. Но он говорит, что там это было нормой, а отца в это дело не затянуло. Короче, что папа, жена, не слушал Витька с корешем. Из коридора нашего в тюремный коридор ушёл. Но он всегда был сборщиком, припрут к стене откажется. Прошёл он коридорчиком и кончил стенкой, кажется. Кто всё-таки научил его играть на гитаре? Вы знаете, да, анекдот про бревно, которое Ленин нёс на субботники, и что попросили откликнуться… Потом было 40 тысяч человек, кто нёс бревно с Ленина. Да, и в наше время говорили, что из этого бревна построили коммунизм. Такое оно было большое и тяжёлое. И в этом смысле и гитара тоже, к сожалению или к счастью. Я верю всем. У Кахановского была гитара. Мама подарила Высоцкому первую гитару. Вот, в общем, тогда гитара появилась. Первые же записи примерно в той компании, которые не сохранились. В первый раз я помню Лёва Кочарян, мой друг, который сказал, подожди одну минуту, и нажал на магнитофон. И так случилось, что первый раз это было записано на магнитофон. Тогда никто не обратил на это внимания. Ни один человек не думал, что из этого получится дальше. Но случилось так, что кто-то это услышал, захотел переписать. И началась вот такая, ну что ли, такое триумфальное шествие этих плёдок повсюду, повсюду, повсюду по Союзу. Я думаю, немножко лукавит, что вот именно эта запись разошлась. Она разошлась. Но он тогда пел достаточно много по разным домам, и его записывали. Что-то записывали, что-то стирали. Потом, конечно, спустя годы жалели, что ничего не сохранилось. Ну, как у Давлатова было, у каждого гения есть соседи, но... Кто поверит, что ваш сосед – гений? Да, кто поверит, что ваш сосед – гений. Вот та же самая история. Никто не мог подумать, что это исторические плёнки, что это какой-то документ эпохи. Мои ранние песни, которые можно как угодно назвать, либо это там «Дворовые» или «Блатные» их называют, или там... Ну, я считаю, что это традиции городского романса. Городской романс, который существовал у нас, потом почему-то он куда-то ушёл, был забыт. Ну вот, а когда я начал писать, я писал вот в этих традициях городского романса. «Блатной мир» всегда стоял в русской литературе на особняк и был очень популярен. Вспомните, бесконечные «Блатные» песни, уголовные темы в русской народной песне, в русской народном фольклоре. Это была низовая культура. И эта низовая культура определяла вкусы именно широких масс. Не Пушкина они читали, а какие-то уголовные романсы. И это, конечно, перешло в советскую культуру. Во-первых, отчасти это не только блатная, но и дворовая лирика. Потому что во дворе были примерно те же правила, которые были в зоне, в тюрьме. Потому что или сидели, или у кого-то сидел, или знакомые сидели, или приятели сидели. И в этом не было тогда ничего зазорного. Плюс возвращались политические после амнистии. С 2003 года, наверное. У них тоже был свой опыт. И это вполне была органичная вещь. Для нас это вообще характерно. У нас до сих пор радиошансон самый популярный. Гулял по столице Двух прохожих случайно зажил И попавший за это в милицию Я увидел ее и погиб А как вы относитесь к упрекам в том, что он романтизировал блатной мир? В этом видели, я не знаю, действительно, ну как сказать, свободолюбие. Индивидуальность, которая не ломается под давлением системы. Романтизируется образ человека, который против этого мира, который его не понимает, который его как бы вынуждает, толкает на эти поступки. Он и не хочет, но вынужден. Для Высоцкого потом, он же не раз об этом говорил, это был такой способ отточить приемы какие-то. И стихотворные, и исполнительские. Он же с блатной песней закончил довольно быстро. Ну в таком, в историческом смысле, на протяжении всей своей творческой карьеры. К 64-му и 65-му году уже блатные песни все закончились. Очень вырос в целом мире гриппа, вирус 3-4. Ширится, растет заболевание. Если хилый, сразу гроб. Сохранить здоровье, чтоб применяйте люди, оп, тирания. Если вы уже устали, сели встали, сели встали. Не страшны вам Арктика санкта. Люди, которые интересуются спортом, например, как я, вспомнят два десятка спортивных песен. Он вообще собирался спеть их по количеству этих чисел в спортлото. Там 49 было. Значит, 6,49. Но он хотел написать 49 спортивных песен. Человек, который был спортивный, физически очень подготовленный. Но при этом он профессионально спортом не занимался, но он был человек чрезвычайно наблюдательный. И вот если говорить о гениальности Высоцкого, в чем она? Она в том числе во внимании к деталям. В разговоре с человеком поймать какую-то деталь, схватить, записать ее куда-то сюда, на подкорку. И потом это возникает в песне. Почему еще очень часто возникала вот эта вот история, что они сидел ли он там, не воевал ли, не был ли шофером. Ну, просто была масса примеров, когда фронтовики, люди, которые реально воевали, слушая песни Высоцкого, ну, плакали. Люди плакали, они понимали, что этот человек как будто бы прошел фронт. Ему когда началась война, было три года. На братских могилах не ставят крестов, И вдовы на них не рытают. К ним кто-то приносит букеты цветов, И вечный огонь зажигают. Здесь раньше вставала земля на дыбы, А нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, Все судьбы в единою следы. Интересно, как Высоцкий в тех же песнях о войне использует не только слова, не только смыслы, но и даже случайные, казалось бы, звуки, которые становятся важной частью песни. Вот мое личное воспоминание. В юности мне очень нравилась песня «Я як истребитель». Она поется от лица самолета-истребителя, чей лётчик погибает в воздушном бою. И там есть такой рефрен «Из бомбардировщика бомба несёт смерть аэродрому». Окажется, стабилизатор поёт «Мир вашему дому». И вот сейчас непонятно, к чему отсылает вот этот вот «Мир». Но все, кто вырос в Советском Союзе, смотрел военные советские фильмы, смотрел военную хронику, тут же этот звук узнавали. Это звук пикирующего немецкого бомбардировщика. Я потом, когда стал делать программу про авиацию, увлёкся авиацией, я решил даже разобраться, что это такое был за звук. И выяснил, что это вовсе пел не стабилизатор. Это на пикирующем бомбардировщике Ю-87 специально стояла сирена, которая издавала такой звук при пикировании, чтобы ещё психически-психологически воздействовать на атакуемых. И Высоцкий этот звук услышал, воспринял и положил в песню. Я пишу не просто песни военные, потому что я не имею права этого делать, я этого не знаю. Хотя много читали, мы воспитаны на материале, мы все дети военных лет. Просто я думаю, что это не песни ретроспекции, а это песни ассоциации. И мне кажется, это интересное явление, что люди, не воевавшие, стали писать о войне, потому что это взгляд современного человека на то время. Он был из военной семьи. На него, например, огромное воздействие оказал его дядя, Алексей Владимирович. Он был артиллерист, герой. Там вообще, конечно, история чумовая. Его разжаловали. И фактически ему посвящена песня «Тот, который не стрелял». И вот этих людей военных, он их впитывал, он их чувствовал. Это его природа. Но его тянуло к этим мужикам, к этим инвалидам. «Да, вот у него есть песня «Я полмира почти через злые бои». Он говорит, такие песни пели инвалиды после войны, которых было очень много. «Те же штрафные батальоны» – это же про то, как все умирают, не про то, как все побеждают. Его не сбивала идеология, правильная литература, правильные фильмы. Он был верен вот этому ощущению детского ужаса от бомбежек, от того, что мать ждет похоронку. Многие считают, что вообще эти военные песни – это вершина поэтического творчества Высоцкого. Я не совсем согласен. У него есть и другие стороны жизни. Театр для него вообще был, помимо его песенного творчества, была важнейшая вещь для него, более важная, чем кино. Кино для него все-таки было, что называется, в разделе разное. А в какой момент пришла слава, настоящая слава? Ну, есть момент, который, он просто как в учебниках еще не пишет про Высоцкого, но который все сходятся. Это выход картины Говорухина «Вертикаль». Небо, небо, я земля, я земля, как слышите, прием. Небо, небо, я земля, я земля, как слышите, прием. Что, не отвечают? Высоцкий как партнер был легкий или сложный? Он был легкий партнер, если честно говорить, потому что в то время, когда мы начинали сниматься, мы как-то были все равны. Ну, то есть не было такого предпочтения Высоцкий, Барт, Песенник, что все знают. Хотя его уже многие знали к тому времени, когда мы снимали «Вертикаль». Потому что он был уже известен, он известен, был по своим друзьям, многим, я не знаю, знакомым по квартирам, по встречам таким. У него звездной болезни не было? В смысле совершенно ничего не было. Вообще он был совершенно такой простой, не знаю, внешне такой очень простой парень, крепенький такой, простой парень, очень располагающий к себе, очень добрый, очень какой-то коммуникабельный, но скрытный все-таки. Он не был такой душой, такой нараспашку, как говорится, душа нараспашку парня. То есть дистанцию держал? У него дистанция была, и он, конечно, не всем, наверное, позволял так заглянуть к себе туда, залезть в его душу, действительно, потому что он все-таки как-то настороженно обещался с людьми. В человеке заложена страсть покорять, преодолевать. Преодолевать то, что мешает. Я понимаю это так. Вот если я живу в другой стране, не мешает ни знание языка. Я стараюсь его изучить, и этим преодолеваю препятствия. Но горая в конце концов можно просто обойти. Зачем создавать препятствия искусственно? Когда Стасику Станиславу Сергеевичу дали этот сценарий, поскольку он альпинист, имел третий, второй разъят по альпинизму, и работал на детской студии, ему дали этот сценарий. Можно было еще один единицу фильма снять, чтобы план выполнить в студии одесской. Студия должна была срочно, там производственный план, срочно нужно снять какое-то количество фильмов. Горит. И вот этот фильм «Вертикаль» начали одни сценаристы, Говорухин со своим напарником добивает. В общем, такое получилось письмо в Простоквашину. И он согласился, потому что он в теме был. Но он сразу сказал, что у него будет сниматься в Исунске. А вот это было такое преткновение. Володя был запрещенный, и ему сказали, что нет, какой Высоцкий, никакого Высоцкого нам не надо, это головная боль, нам это не нужно. А ну, поскольку Станислав Сергеевич Говорухин многие знают, он человек упертый, такой, упрямый, и он сказал, я тогда снимать не буду. А поскольку горела студия, нужно было снимать, сказали, ладно, пусть снимается Высоцкий, только без всяких песен, чтобы песен не было. Как в итоге в фильме песни появились? А вот песня, ну, согласился Станислав, согласился Говорухин, ладно, всё, но мы уехали в горы на пять месяцев практически. Пять месяцев? Почти пять месяцев мы там были. Естественно, уже никто за нами не следил, понимаете? И поэтому песни сами по себе рождались по ходу съёмок. То есть, а как это приходило? Он приходит и говорит, «Ребята, я написал песню». Ребята, да, я написал новую песню. Свои обиды каждый человек Проходит время и забывает. А моя печаль, как вечный снег, Не тает, не тает. Почему после этого фильма пошли слухи, что у вас роман с Высоцким? Он написал песню шутливую. Не «Скалолазка» не мне посвящена, а песню «Куда мне до неё?» Она была в Париже. И сегодня я узнал не только в нём одном. Это вам посвящена? Да, вот эта песня была посвящена мне. Наверное, я богинь. Глаза накрою внизу. Наверное, я богинь. Рабею, а потом. Куда мне до неё? Она была в Париже. И я вчера узнал не только в нём одном. Володя был очень влюбчивый. Он, по-моему, влюблён и в Риту был, и в меня, может быть. Ну, как это такая влюбчивость? Ему нужно было всё время чувствовать. Вот он женщин очень любил. Это платоническое было чувство? Ну, это платоническое, да. У нас не было с ним романа, не было, к сожалению. К сожалению, не было. Вы знаете, потому что я была, во-первых, у меня был муж. Во-вторых, там у меня был объект, который мне очень нравился. Другой артист, Саша Фадеев. У меня он такой красивый, высокий. Володя такой высокий, ничего себе особо не представляющий. Я бросил свой завод, хоть в общем был не в Браде, засел за словари, на совесть и на страх, но что я и от того? Она уже в Варшаве, мы снова говорим о разных языках. Я к этому времени, уже снимаясь на фильме «Вертикаль», снялась в картине «На семи ветрах» у меня вышла. И после «Семи ветров» в 60-м году первая моя поездка была в Париж и Канны. Потом были Карловары, потом был Дублин, Корк, Осло, Иран. Все подряд шло. И я была единственной из всей нашей актерской компании, которая побывала за границей. А был же «Железный занавес». Сейчас на другой «Железный», тогда тоже был «Железный занавес». Никто никуда не выезжал. Он же в этой песне проходит все мои точки географические, начиная от Варшавы, Ирана, Осло. А Марсель Марсо вам действительно что-то говорили? Марсель вас ничего не говорил, это Володя же придумал. Но он видел фотографию, где я с артистом французским Бернар Блиер. Блиер, Бернар Блиер. Мы чокаемся, а он мне что-то на ухо шепчет. Он эту фотографию видел, но Бернар Блиер как-то не вкладывался в эту песню. Он писал «Марсель Марсо», потому что известный мим, тогда была звезда мирового значения. Это, так сказать, легло точно на эту песню. Какие песни пел, я ей про север даю. Я думал, вот чуть-чуть, и будем мы на три. Но я напрасно пел, а полосе нейтрально. Ей глубоко плевать, но какие там цветы. Я так обиделся, думаю, он вывел вот эту, что в нейтральной полосе цветы, а мне очень нравилась песня на нейтральной полосе цветы необыкновенной красоты. Мне нравились его многие песни, как-то я... А он вывел такую девицу, которая ничего не понимает вообще в его песнях, вообще не отвечает взаимностью. Вас, наверное, еще задела фраза в конце «Пусть пробуют они, я лучше подожду». Это меня еще больше всего обидело. Ну что, я не знаю, на что сказать. Как-то думаю, глупость какая-то. Почему мне не нравилась песня? Мне она сейчас очень нравится. И, конечно, он все равно проснулся знаменитым, потому что тогда хотя бы вышли на миньонах, на маленьких и на гибких пластинках, тоже совершенно утраченный жанр, гибкая пластинка, синенькая лцедра, журналь «Кругозор». Вышло хоть какое-то количество его песен. Вышли песни из вертикали. Там всего, по-моему, при жизни 20 песен вышло таким вот образом. Плюс так совпало, что в это время народ стал жить получше, и магнитофонов стало у людей побольше. Причем были и бобины, а потом появились уже и кассеты, и магнитофоны. То есть это уже совершенно другой уровень. Качество записи другое. Стал распространяться действительно как такой магнитофонный поэт. Стала слушать его вся страна, но, как мы говорим, когда вся страна, все-таки это вся городская страна. Везде, где были магнитофоны, вот так скажем, везде знали Высоцкого. Я на Ленинском проспекте жил, у меня была комната шикарная, 11 квадратных метров. В то время такая была жизнь совсем другая. И приехал Володя, значит, 12 часов, вече ночи уже, потому что у него был спектакль какой-то, он приехал, а он приехал, потому что он знал, что у меня аппаратура новая, он говорит, попробуем записать что-нибудь. Ну, мы там как всегда накрыли стол какой-то, значит, не просто так. И начали писать первые вещи. Мы записали целую бобину одну большую, там 20 с чем-то вещей. А пленки Вы отдавали ему после записи? Или у Вас оставалось? Да, нет. Ему нельзя было, потому что у него из большой любви к таланту кто-нибудь увел бы сто процентов. А сколько всего Вы сделали записей? Ну, там 400 с чем-то было песен. 400, значит, фактически Вы все его песни записали? Ну, не все, естественно. Потому что если все, то это намного больше. Я что-то не размножал, а делал копии для кого-то. А Вы какие-то деньги получили с этого в итоге? Нет, я к деньгам никакого отношения никогда не имел. И сразу я сказал, что это не мой вопрос. Это вот он поёт, пишет. Ну, тоже я записывал. Сейчас сложно это объяснить. А почему Вы это делали бесплатно? Это же большая работа. Слушайте, значит, именно потому, что это же я делал эту работу для своего товарища. Это мы собирались у него на квартире. Восемь-десять, так, свои ребята собирались. Он говорит, слушайте, что вы сидите все такие, какие-то кислые, что, что. Ну, а какой-то настроение такой там. Сейчас. У вас выскочил куда-то. Побежал. Мы сидим там, ну, там что-то слушаем, что-то там выпиваем или там что-то там. Через полчаса открывается дверь. Входит Высоцкий и ведёт за собой ленинградский мюзик-холл девочки. Сколько? Это было человек восемь, наверное. Значит, о, сейчас будем веселиться. То есть Высоцкий умел веселиться? Да, да. Нет. Ну, он, кстати, всегда был заводил. Он был очень остроумный человек. Так, будем говорить. Очень веселый по нраву. Я так понимаю, что женщинам он нравился? Ну, это не то слово. Да, конечно. С первой женой, с Изой Жуковой, которая потом взяла его фамилию и до конца жизни была из Высоцкой, они начали встречаться, когда она ещё была замужем. Там был мучительный процесс расставания с мужем. Потом он встречает Людмилу Люсю. Значит, Людмила Абрамова, вторая жена. Ещё не разойдясь с первой женой. И уже начинает жить с ней, и потом разводится с первой женой. Моя мама случайно совершенно попала в картину. Она есть эта картина. 713-й просит посадку. Там уже были все утверждены. И актриса сорвалась. И надо было кого-то взять. И взяли её. Фактически без проб. Я говорю, там, красивая женщина, и пусть сидит там. Действительно, моя мама была очень красивой женщиной. И они пришли в киногруппу и поняли, что они снимаются в одной картине. Вот так познакомились. Сколько ваши родители прожили вместе? 7 лет. 7 лет. Причём они довольно поздно расписались. И довольно поздно развелись. Поэтому есть разночтение. То есть они жили с 61-го по 68-й фактически. А расписались после моего рождения. А развелись, по-моему, в 70-м или в начале 71-го. Это была его инициатива? Нет, ушла мама. Вот это как бы мало кто верит. Но это действительно я пробовал. И вот это я помню. Хотя это детская память. И брат мой помнит. Ушла мама. И у них была уже готова квартира, которую они ремонтировали, чтобы мы переехали. Потому что мы жили в квартире у Нины Максимовны. У неё была двухкомнатная квартира в Черёмушках, в таких пятиэтажках. И отец уже зарабатывал. И они вложились в ремонт. И мы должны были все туда переехать. Он пытался её вернуть. И не один раз. И все знакомые говорили, что это самое. Но я не к тому, что мама там, как это, тульская женщина, гордая женщина. Нет, она просто понимала, что всё. Она его, судя как вот, она его любила до конца жизни. И она понимала, что ну, не просто там ни ему хорошо не будет, ни нам хорошо не будет. Мы в результате жили в отремонтированной квартире, в которой должны были жить все вместе. И вообще он очень по-мужски развелся. В смысле денег, в смысле решений вопросов, которые возникали. Как часто вы виделись с ним после развода родителей? По-разному. По-разному. Он был нормальный человек, он нормально к нам относился. У него не было, кто это вообще. Вот, хотя здесь есть где-то документ. Он пишет этот самый объяснительное, не объяснительное, а заявление, чтобы его отпустили на Таити. Пишет, что он обязуется там не разглашать государственные секреты. И пишет, что там что-то из семьи служащих, еще что-то, и двое детей. Аркадий указывает правильно. Аркадий Владимирович 62-го года, Никита Владимирович 65-го года, а я 64-го. То есть, ну, вот так вот. Я не знаю, я своих детей так, ну, вроде помню, когда они родились. Я не в обиде, но вот так. Но он к нам относился нормально. Он нуждался в этом тоже. И ему это было по временам нужно. Он был воскресный папа. Воскресный папа, который берет к себе, который приходит. Единственное, что бывало, что там два-три месяца его нету там. Произошла история, которую я до сих пор Володе то простить не могу, что ли. У меня такая женская солидарность, вероятно, была, поскольку я знал очень хорошо их отношения, с Таней Иваненко, с актрисой Тетра Антаганки, которая красивая женщина, красивая девушка была. Она такая наша Бриджит Бардо, очень красивая такая. И они очень любили друг друга. Здесь был роман, бурный роман. Причем она была жената, она была замужем. У них начался этот бурный роман. Он длился очень долго. Когда, значит, они очередной раз поругались с Володей, поссорились. И в конце они приехали к нам. Да, они были у нас часто дома, на Удальцово я жила тогда с Лешей. И они приехали, помирившись, довольны, счастливы, что опять все нормально, все опять у них отношения хорошие. И вот проходит буквально, вот в этот день они помирились, ушли. И наступает вечер, уже где-то два часа ночи, раздается звонок, мы уже спали, раздается звонок, Леша идет открывать дверь. Вдруг Володя, стоит Володя с Мариной Влади. И Лешка выходит и говорит, ну, слушайте, давай, давай, надо, Володя пришел, надо накрыть там стол, там, ну, как бы встретить, угостить. Я говорю, а почему ты, почему ты вдруг, он говорит, с Мариной Влади? Я говорю, ну, как с Мариной Влади? Я говорю, ну, только с Таней помирился вообще, при чем тут Марина Влади-то? Он говорит, ну, пошли, пошли, Марина Влади. Я говорю, я не пойду, я из солидарности. С Таней Иваненко. Я не вышла к ним. Я даже сказал, я даже им белья не дам постельного. Согласно? Ничего себе. Жестоко. И я так не познакомилась с Мариной Влади. К моменту, когда он знакомится с Мариной Влади, она насколько известна в СССР? Она была очень известна. И это вообще история фантастическая, которую мы сейчас понять никак не можем. То есть не с чем сравнить это. Советский Засоюз страна закрытая. Даже тогда еще какие-то остатки теперь и были, но все равно страна закрыта. Иностранцы сюда приезжают редко. Кинозвезды сюда, если приезжают, то только на проходящий раз в два года Московский фестиваль. Москва радушно встретила кинематографистов, прибывших на пятый международный фестиваль. Кинозвезд можно увидеть где-то там, в каких-то иногда попадающих к нам в прокат фильмах, а тогда же прошла колдунья с огромным успехом. Образ Марины Влади в фильме «Колдунья». Мужчины вздыхали, глядя на это. Женщины закрывали своим мужчинам глаза, чтобы они не смотрели на экран. И Марина Влади был один из вот таких вот, Марина Влади, Бриджит Бардо, то есть что-то, ну, почти божественное. Это то, с чем человек не может пересечься в реальном мире. Ну, вот мы где-то здесь, а они где-то там, знаменитости. И она приехала на московский фестиваль, и ее повели на репетицию театра «Антаганки». Где, собственно, он говорит, вот модный театр, там очень интересно, там интересные обстановки, она же по-русски говорила. Тогда еще, она всегда говорила по-русски, просто, конечно, общение с Усоцким значительно улучшило ее русский язык. Но по-русски она говорила всегда, они в семье говорили по-русски. Марина Влади из семьи русских эмигрантов. Да, она, Байдарова-Поляковы. Они жили еще, ну, вот, с довоенных времен, естественно. В семье они говорили по-русски, и сестры ее тоже говорили по-русски. В общем, ну, в этом смысле они ничем не отличались от условной там эмигрантской семьи. Они там не были потомками князей или кого-то. Но при этом она была действительно знаменитой актрисой. Да, она была действительно. Не то, что в русской там тусовке она была, она была действительно знаменитой французской актрисой. Она была французская кинозвезда. Когда Высоцкий умер, собственно, и говорили, что умер муж Во Франции говорили, что умер. Муж Марина в главе. Достаточно сказать, что у неё была золотая пальма водит. Да. И она пришла на спектакль, как раз репетировали «Флопушу». И вот этот потрясающий монолог с цепями со всем. Она приходит, она вот это видит. Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека! И вот встречается условно-обычный среднестатистический. Советский мужчина, хоть и актёр, встречается с женщиной, которая является недостижимым идеалом и для мужчин, и для женщин Советского Союза. Они в этой вселенной пересечься никак не могли, не должны были. Я говорю, я не знаю, с чем это сейчас сравнить. Просто не может быть такого. Они встречаются, и Высоцкий в своей манере... Они в этот же день едут к Максу Леону, корреспонденту Емманите в Москве, они едут к нему в квартиру, он тут же начинает ей петь. Очень быстро он признаётся ей в любви. Она сначала, конечно, не очень это поняла, но он был не красавец. Но её зацепило что-то? Ну что-то зацепило. Позже она через полгода приехала. В общем, как-то эти встречи продолжились. Ну и потом переросло в одну из самых знаменитых историй любви. Марина, кроме того, что необыкновенно красивая женщина, Марина невероятной силы человек. Вот невероятной. Я вот таких людей, которые... Вот силы характера, жёсткости к себе, к окружающим. У неё же такая так себе история, в смысле вот как бы не одни ромашки там были. Она первый раз снялась в 13 лет. Отец умер, она с 13 лет. По сегодняшний день, вот ей исполнилось несколько недель назад 85 лет, она содержит всю свою семью. Они тоже работали, но она была главная. Она руководила этой семьёй. У неё были сёстры, у неё была мать, у неё был дом, у неё трое сыновей. Мужья были ух. И все, я думаю, что они все так или иначе, в какой-то момент не все, а двое, про которых я знаю, уходили от неё, потому что она сильнее, чем они. От отца отлетали люди многие, в том числе и женщины. С ним было не справиться. Она была одна из немногих людей, которая могла с ним справляться. У которых хватало силы воли, терпения, любви, безусловно, конечно, любви. А вы понимаете, что в нём нравилось женщинам? И конкретнее, что Марину Владе, звезду француженку, в нём привлекло? В нём привлекло что? Я не знаю, но Володя очень… Вы знаете, Володя действительно, в нём очень сильное мужское начало. Вот когда он брал в руки гитару, в нём была такая динамика, такая энергетика, которая била тебя как током. Понимаете, вот это мужское начало сильное. Он мужик был крепкий, вероятно. Поэтому Марина даже говорила, что… Во-первых, мужчин, честно в сексуальном плане он её устраивал. Действительно. И она говорила, что это мужик, это как конь. Хороший конь, в общем. Она так про него и говорила. Володя же очень человеком умный был, он всё-таки начитанный был. Он вообще разбивался во многом. Чтобы ездить друг к другу и вообще общаться, Высоцкий и Владя должны расписаться. Без этой бумажки тогда невозможно получить выездную визу для Высоцкого. Про выездную визу сейчас поговорим. 1 декабря 1970-го они заключают брак вот здесь, в Грибоедовском ЗАГСе Москвы, одном из самых известных и знаменитых в городе. По воспоминаниям Влади всё скромно. Она в бежевой водолазке, Высоцкий в голубой водолазке. Им вместо свидетельства о браке, как советским гражданам выдали бы, выдают документ о соединении граждан СССР и Франции. Высоцкий был женат сразу за всех русских мужчин. Он женился на Марине Владе. И это была, конечно, такая огромная честь для Высоцкого. Это был орден на его пиджаке. Если у него был пиджак, то мне, по-моему, не похоже. Потом она действительно во многом пожертвовала своей карьерой. Ради любви. Да. Она действительно во многом пожертвовала. Известно, что она отказывалась от каких-то ролей, каких-то предложений. Чтобы не уезжать. Потому что ей нужно было ехать в Москву. Нужно было спасать вас. Просто жить с ним нужно было. Потому что они же получили возможность видеться друг с другом условно неограниченное время через три года после свадьбы. Три года у них был вот этот вот 07, телефонный роман. Перезваниваешься, звонишь туда, потому что ты с женой не можешь увидеться. Она может приехать к тебе, ты к ней не можешь приехать. Хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте. Как вас звать дома? 72-я жду, дыханье задая. Не очень понятны вот эти вот реалии. Но когда в песне 07 вообще непонятно, зачем... Зачем человек звонит 07? Зачем человек звонит 07, когда можно просто достать мобильный телефон, позвонить в Париж и куда угодно. Вообще реалии этой жизни непонятны, потому что вокруг этого целая выстраивается ситуация. Когда ты ждешь звонка, ты не дождался, ты звонишь туда, человека нет дома, тебе надо еще ждать день или два, ты мучаешься в неизвестности. Вот это же все в этой песне, в этом темпераменте есть. Мы сейчас просто берем, заставим телефон, звоним, пишем смс. Да, это ушла эстетика вообще. Через секунду мы получаем ответ. Да я, конечно, дома. Да меня, конечно, я! Да я, конечно, дома! Вызываю, отвечаете, здравствуй. Это я. Да, и там телефонистки, девушки, те, которые их соединяли, иногда не соединяли. 72-я. Да, «Жду дыхание, затаяние», иногда не соединяли, потому что чувствуют Володя не в форме. А дальше реально? Да, и может быть, им с Мариной лучше сегодня там не разговаривать. А, настолько девушки были в курсе? Да, ну, есть же даже документальные съемки, но уже после смерти Высоцкого, они, Марина Влади, телефонистки, они просто сидят за столом, пьют чай. Что-то такое. То есть они прям слушали их разговоры? Да, а телефонистки обязаны были слушать разговоры. А, серьёзно? Это КГБ их обязывало? Ну, КГБ не КГБ, но слушали. Ну, хотя бы даже если прервать связь. То есть люди понимали, что они могут признаваться друг другу в любви, разговаривая по телефону в присутствии. У нас сейчас этим товарищ майор занимается. Тогда это была вполне обычная практика. Человек просто слушал. Слушай. До 1973 года Высоцкий за границу не выезжал, вопреки распространённому мнению, что он мог в любой момент, когда угодно, поехать за рубеж в любую страну. Его не выпускали. У него не было загранпаспорта, его не выпускали. Не только чтобы въехать в Советский Союз, нужна была виза, но и чтобы выехать из него советскому человеку, нужна была виза. Человек ему просто подать на визу, он должен был пройти собеседование, «Портком», «Комитет старых большевиков». Нужно было знать тезисы доклада Леонида Ильича Брежнева и прочей лабуды, кучей нужно было отвечать этим людям. Перед выездом в загранку есть Высоцкая песня, написанная за 8 лет до первой поездки за границу. Или инструкция перед поездкой за рубеж. Там у них пока что лучше бы того. Так чтоб я не отчебучил ни того, он мне дал прочесть брошюру, как наказ, чтоб не вздумал жить там сдуру, как у нас. Если темы там возникнут, сразу снять. Бить не нужно, а не вникнут, разъяснять. Вопрос этот Высоцкому со временем удалось решить. Ему сделали условно многократную визу. Для этого Марине Владе пришлось вступить в Компартию Франции. Для того, чтобы быть мужем, она вступила в Компартию Франции. Это всё просила ликви история. Всё-таки огромный доход в социальную положение. Этот момент с доходами – это отдельная тема. Потому что Высоцкий не хотел жить на её деньги. Это для него был принципиальный момент. Он не хотел быть альфонсом, не хотел жить на деньги Марине Владе. Что она зарабатывает, а он проедает их. Поэтому для него было важно давать концерты и зарабатывать эти деньги, чтобы материально от неё не зависеть. Плюс платить 300 рублей за выездную визу. Ну и за всякие прочие удовольствия жизни. Поскольку он человек был не исключительно щедрый. Невероятно щедрый. А когда меня спрашивают, какой был Высоцкий в жизни, я всегда рассказываю одну и ту же историю вам расскажу. Поехали в Болгарию, гонорары на гастроли, театр. Гонорары не платили. И только человеку, который выступал на телевидении, пригласили только Володю Высоцкого. Поэтому он получил очень большую сумму за выступление на телевидении, а другому никого не звали. И Володя Высоцкий на этот гонорар всем женщинам купил дублёнки. Он был достаточно, я бы сказал, обеспеченным человеком. Потому что деньги как легко приходили, так и легко уходили. При том, что он зарабатывал много, после его смерти остались колоссальные долги. Он брал в долг. В доме всё время кто-то тусовался. Входили-выходили. Всё время что-то выпивали, ели, закусывали. Собирали и одалживали. И одалживали, забывая вернуть. И он у кого-то занимал, чтобы всё это обеспечивать присутствие и потом тоже кому-то дать в долг. Из всех своих заграничных поездок он хоть кому-то, хоть что-нибудь, хоть какую-нибудь мелочь привозил. Откуда-то, я уже не помню точно, он привёз автомобильные шины. Создаётся напряжение в зрительном зале. И каким дзевком, плевком, там громкой фразой за кулисами, топотом здесь вы снимаете напрочь это напряжение. Юрий Петрович всегда ругая нас, тогда кричал, вот вы, смотри, балетные, цирковые, они с утра до вечера репетируют, а вы пьянь, срань, рвань. Что вы такое? Вот закроют нас. Кем вы будете? Я буду таксистом, как говорил он. Наменитая легенда, что в Москве было всего три Мерседеса, один из них был у Высоцкого. Насколько это правда? Это абсолютно неправда. Ну, Мерседес у него действительно был хороший. Последний был совсем хороший. Но это всё были не новые автомобили. Они привозились из-за границы. С ТБУшки были? ПУ, да. Первый у него была вообще копейка серая, которую он благополучно разбил, как и все свои машины. Он был темпераментный, но плохой водитель. Он на Мерседесе, и все старались обогнать. И, значит, стоит рядом, останавливается машина на светофоре. И видно, что чувак так, а там же надо подсцепление. Он так видно, что он газует. Сейчас уйти со светофора. Я не знаю, как он это сделал. Я плохо покажу. И он так ему так. И мне, говорит, взлетаем. И мы так. Хух от него, значит. И, ну, понятно, Мерседес, и там какой-нибудь Москвич или Жигуль. Ну, понятно. Это не унижение советской промышленности. Но это было так смешно. Это было... Я маме потом рассказываю. Мы там чуть не убились, сидим тоже на машине. И говорю, мама, он такой, он такой. И она вдруг плачет. И говорит, вот ты не понимаешь. А мы чуть не разбились. Она говорит, вот из-за этой скорости он умрет. Вы этого не понимаете никто. Как бы вы для современного молодого человека определили жанр песен Высоцкого? Первый рэпер. Он, когда начинал писать песни, он начинал с ритмики. И потом, если... Я просто очень много слушал его репертуара и видел, как песни эволюционировали. И как? Сначала определялся ритм. И дальше начинал определять мелодику, ее развивать. И потом перебирать какие-то слова, искать более точные выражения. То есть все начиналось именно с ритма? Да. Я, когда этот выпуск делал, услышал неожиданное для себя определение, что Высоцкого можно считать первым рэпером. Вы бы согласились? Я, во-первых, согласился бы. Во-вторых, я должен сказать, что я это слышал от разных людей неоднократно. То есть эта мысль витает в воздухе давно. Давайте тогда попробуем сформулировать, что именно делает Высоцкого рэпером. Ну, вполне конкретные вещи. Если начать с фонетической, с технической стороны, то это, конечно, любовь к составным рифмам и постоянный поиск вот этой неожиданной рифмовки. Есть такая песня у него про таможенный контроль, где постоянно у всех иностранцев, пытающихся улететь из Москвы, находят какую-то контрабанду. У кого-то иконы, у кого-то какие-то там кресты. И там есть строчка «Доктор зуб высверлил, хоть слезы мистер лил». Там же в этом же тексте дальше попадаются всякие здесь, еще дети, еще такие всякие вещи. Ну, настойчивая и глубокая игра с русскоязычной фонетикой. А второе, что его роднит с рэперами, на мой взгляд, это, собственно, бытовые сюжеты. Это всегда некое «я» сообщение. То есть он всегда берет лирического героя и говорит от его лица. И очень часто это какие-то абсолютно бытовые, очень индивидуальные зарисовки. Что главное в песнях Высоцкого? Три вещи. Азарт, искренность и версификационная техника. Вот это то, что не сразу бросается в глаза, но Высоцкий очень хороший поэт. Версификационная техника, поясните, что это? Это значит, что это все обращение с поэтическим арсеналом. То есть это просто как рифма и ритм. Не только ритм, это рифма. Вся просодия, все, что связано с стихотворческой техникой. Версификационная – это стихотворческая техника. Вот вспомните его сатирические песни. Послушай, Зин. Господи, сколько же там замечательных рифм. И как ловко синтаксис вплетен в эти песни, в этот народный говор. Уйди, ну, мрот, акробатиков, смотри, как вертится нахал. Завцех наш, товарищ Санюков, недавно в клубе так скакал. Там замечательно. Мои друзья хоть не в баллоне, зато не тащат из семьи. Но зато не тащат из семьи. И пьют, а гадость пьют из экономии. Хотя с утра дано свои. Вы посмотрите, как здорово, чисто лингвистически обработан этот текст. Я вас уверяю, что мало поэтов, которые так ловко обращались с русским языком, как Высоцкий. Об этом вообще редко говорят, потому что вот именно эти два других качества, азарт и искренность, они заменяют всё остальное. У него была эволюция, когда он эволюционировал как поэт. Была история эволюции, когда он эволюционировал как композитор. У него очень небанальная мелодия. Особенно в конце, если это рассматривать. Это серьёзная композиторская работа, это не бардовская песня. Приведите пример какой-нибудь, серьёзной работы. «Поля влюблённым». А слово «Барт» тогда уже было? Или его как-то по-другому называлось? «Бардом» его называли за границей. Он этого слова никогда не употреблял. И его говорят, у нас какое-то бардовское движение. Я не знаю, какое движение, может, там за окном кто-то идёт. Я ни к какому движению не примыкаю, ни в каких движениях я не участвую. И ни к какому движению себя не отношу. Он себя считал поэтом? Конечно. Для него было очень важно, чтобы его признали как поэтом. Поэтому его до конца жизни, до самого последнего момента, его чрезвычайно угнетало, расстраивало тот факт, что у него не вышло ни одного поэтического сбора. То есть он хотел увидеть стихи напечатанными? Да. При жизни был напечатан в нескольких региональных газетах, в каком-то Альманахе один стих. То есть, по сути, не печаталось ничего. Но он же не был членом Союза писателей. Это известная история. Чтобы вступить в Союз писателей, нужно было публиковать. Публиковать. Ты не публикован, ты не член Союза писателей. То есть человеку важно было в то время соответствовать какому-то статусу. Иметь его для советского человека – чрезвычайно важный момент. У него этого иллегального статуса не было. Никаких прижизненных наград, кроме нескольких каких-то грамот, не было. Важно было легализоваться. Но это же к тем временам относится поговорка «без бумажки ты какашка». Ну да, «без бумажки человек». Ну плюс, конечно, был и некий практический смысл, потому что концертная ставка, например. Все-таки если у тебя есть звание, у тебя одна концертная ставка. А его же концерты проходили все, получается, в серую, если не вообще в черную. Ну не все, но значительная часть, конечно. И даже были уголовные дела возбуждены. Было несколько уголовных дел. Последний тянулся почти до самой смерти. Но он там был свидетелем. Они проходили как свидетели. Были люди, которые сели, в итоге, но организаторы. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не поют. Я не люблю холодного цинизма. Восторженность не верю. Когда Высоцкий поехал в Новокузнецк, была знаменитая история, там погибала филармония. При том, что это была социалистическая экономика, социалистическое хозяйство, но все-таки хозяйственную деятельность надо было вести, деньги надо было зарабатывать. У них была беда, они не зарабатывали денег совсем. Приехал Высоцкий, он дал за четыре дня, если я не ошибаюсь, шестнадцать концертов. Шестнадцать за четыре дня? Шестнадцать концертов за четыре дня, это вообще было так. Четыре в день? Да. Для него это была более-менее нормальная практика. Они заработали тогда для филармонии 41 тысячу рублей. Ничего себе. И ему причиталось что-то в районе 3900, что-то в этом уровне. Он не знал, сколько собрались людей. Он какую-то сумму, безусловно, получал, сколько забирали импресарио. Все, не вникал в детали. И ему было важно, действительно, это вот еще одно доказательство, ему важно было общение с публикой, важно было с ней контактировать, собрать зал, собрать... Он же мог петь, слушайте, мог петь перед одним, перед двумя людьми. В общем, мои произведения никто никогда не разрешал, но и никто никогда не запрещал. Ведь, в принципе, как ни странно, так случилось, что, в общем, я человек, которого знают все, и в то же время я не считаюсь официально поэтом и не считаюсь официально певцом, потому что я ни то, ни другое. Я не член Союза писателей, не член Союза композиторов. То есть, в принципе, официально я ни поэт и ни композитор. И я никогда почти свои вещи не отдавал для того, чтобы печатать это или для того, чтобы издавать это как музыкальное произведение. Поэтому мне нету смысла заниматься автоцензурой, понимаете? Я что написал, я сразу спел. И еще спел перед, в общем, громадной аудиторией. Но механик только трясся и чина реки стрелял. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он, как над нами, издевался, но сумасшедший, что возьмешь? Мы концерты, так называемые «Леваки», где мы перед началом выступали в таком маленьком актовом зале у какого-нибудь учреждения, почтового ящика. Все брал на себя местком. Он умел это распределить, найти эти деньги и оплатить. И больше ничего. Важно пояснить, что слово «Левак» в тогдашнем СССР значило не то, что во всем остальном мире и не то, что значит сейчас. Это не человек левых убеждений. «Левак» – это что-то полулегальное или совсем нелегальное, применительно к товарам, которые, например, продавали фарцовщики. Это то, что, как сейчас сказали бы, завезено по параллельному импорту. Джинсы, жвачка, вот это все. Либо это какие-то неофициальные выступления. И «Левака» в Советском Союзе всегда было очень много. Все почти концерты Высоцкого были в той или иной степени леваком. И помимо его сольных концертов были даже левые выступления труппы театра «На Таганке». Это когда несколько актеров этой труппы приезжали в тот или иной город и показывали фрагмент того или иного спектакля. Приезжали и обычно нас спрашивали, что вам надо. Я говорю, стол, три стула и Ленина задёрнуть. А много можно было заработать на левых концертах? Это прибыль? Да. По тем временам, опять же, наша тройка-пятёрка получала по 50 рублей, а Володя – 100. И в те времена, в 1973-м, это было достаточно. Это серая зона. И это серая зона, в которой находилась вся советская жизнь. Все так или иначе входили в эту серую зону, включая КГБистов, включая Брежнева. Все они так или иначе не знали, где проходит граница дозволенного и недозволенного. Это каждый раз решалось опытным путём. Как это функционировало? Очень просто. Где пел Высоцкий? Высоцкий пел там, куда его пускали. Ну, например, в Академию наук или Институт физики, потому что там было больше свободы. Вот ИТР обладали больше свободой, потому что они строили атомную бомбу, и поэтому власти должны были с ними считаться больше, чем с Филфаком, например, где я учился. Вот на Филфаке Высоцкий не пел. Ходят случаи, быть-то всё подорожает абсолютно. Особенно поваренная соль. Социальные критики советской жизни в творчестве Высоцкого какое-то поразительное количество, просто непредставимое, честно говоря. Он был, наверное, единственным, кому разрешали в этих вопросах так далеко заходить. Видите, в чём дело? Ну, давайте sizedstick. Я никогда не сформировал свою песню. Сог apologized. Разум Восоцкий был очень непохожим на то, что было принято тогда слышать со сцены, с экрана, с эстрады. Это просто что-то очень непохожее. А советская власть, она не любила непохожее. Даже не очень было понятно, в чем подвох, но что-то не то. Вот в этих песнях что-то не то. То есть начинали сначала с блатной романтики, что он романтизирует знаменитые статьи, о чем поет Высоцкий. Там половина песен процитировано было вообще не его. Половина из процитированного его была вот так вот вверх ногами. Статья была написана в таком тоне, что, в общем, это был какой-то момент отчаяния. В том, что я, значит... Вы знаете, там много строилось, я даже сейчас не очень помню, это было очень давно. Самое главное, что тон был очень непозволительный, неуважительный такой, что, в общем, это совершенно никому не нужно, что это только мешает и вредит. Была дана условная отмашка, и дальше, как вы любите говорить, все все понимают. И чиновники на местах, куда они приезжали, иногда сталкивались с проблемами какими-то, что тут достроили какого-то странного запрещенного артиста у нас. При этом сами ходили потихонечку, смотрели, пленки слушали дома. Но официально лучше не надо. И когда утверждали его на какие-то роли... Ну вот это у вас Высоцкий. А чему он научит юношество, например? Такие были. Вот это очень интересный момент такого лицемерия, о котором хочется отдельно сказать. То есть, с одной стороны, понятно, он не совсем наш, мало ли чему научат. С другой стороны, мы знаем, что министр культуры подходил, подписывал у него альбомы, причём вышедшие за Невы СССР. Вроде как и Брежнев, как фронтовик, его слушал. То есть личный опыт для этих людей противоречил их общественному статусу, получается? Двоемысли у нас тоже всегда было замечательно развито. Когда человек, с одной стороны, вот он в официальной обстановке, он на работе. И на работе он должен делать то, что он должен делать по работе. Если нельзя слушать вот этих вот сомнительных артистов, значит, нельзя их слушать. Значит, мы не будем ему давать ролей, давать концертов, давать ему звания. Но песни же хорошие. Но дома же, почему с друзьями? Меня к себе зовут большие люди, чтобы я им пел «Охоту на волков». Идёт охота на волков, идёт охота на серых хищников, матёрых и щенков. Кричат загонщики и лают псы до работы. Кровь на снегу и пятна красные флажком Ну, конечно, я знаю эту песню наизусть. Она была запрещена. И по настоянию Андрея Вознесенского Её включили в спектакль «Берегите лица» Из-за этого, что она не была цензурована, охота на волков запретили весь спектакль. Ненаравных играют с волками Егеря, но не трогнет рука Оградив нам свободу флажками Бьют уверенно наверняка Волк не может нарушить традиции Видно в детстве слепые щерки Мы волчата, засали волчицу И в Сазаре нельзя за флажки! Да. Но Владимиру Семёновичу надо К Мизулиной, кажется, в кабинет заглянуть, я считаю, после этого. Антисоветчик, его называла министр культуры Фурцева, говорит, этого антисоветчика чуть же не посадить. Вот это вот, что он был такой свершеннейший шестидесятник и антисталинист, это было бы преувеличением. А он был на похоронах Сталина? Да. Пусть застилают глаза слёзы, пусть порой пересекается дыхание. Они не попали под эту самую страшную историю на Трубной площади, где действительно страшная давка, действительно людям было некуда деваться. Они знали, как обойти, они подходили. Есть вот это стихотворение, я не помню там дословно, но что-то такое. «Жёт глаза и мой страшный огонь, не верю я черной беде, давит грудь несмолкаемый стон, плачет сердце о мудром вожде». Известное стихотворение, написанное в восьмом классе. Которое считается чуть ли не первым. Да, чуть ли не первым, во-первых, и во-вторых, всегда сталинисты вспоминают. Видите, Высоцкий был, вот он с нами был бы. Забывая о том, что вообще это произведение восьмиклассника, подростка и... Ну, кто из нас не писал стихов в восьмом классе? И что из этого получалось? И на полном серьёзе потом заниматься литературным анализом и делать из этого чуть ли не политические выводы странно. Вот сейчас вам первому говорю, рукописи нет. Вот, да. Значит, и родилось это так. В книгах я нашёл, крупный исследователь Высоцкого, я нашёл вот эту опечатанную вещь. Я показал её бабушке. Сначала ничего не сказала, потом сказала, да, говорит, даже я посылала, почему она и перепечатанная, в пионерскую правду. Вот. Он сам про... Значит, это дело не вспоминал. Сто процентов сказать, что это его стихотворение, поэтому нельзя. Поэтому, скажем, в собрание сочинений его стихотворения не входит. К Сталину у него было отношение... Он его никогда не формулировал, что называется, программно. Но достаточно послушать песню, условно говоря, баню по белому, чтобы понять, как он относился к Сталину. А на левой груди профиль Сталина? Профиль Сталина, да. А на правой Маринка Анфас Эх, за веру мою беззаветную террор, да, большой террор, что такое гулаг. А вот это понимание, это ощущение пришло вот от этой песни. Эта песня связана с его... Он, ну, фактически, двоюродный брат его, такой дядя Коля, я тоже его знал, который попал в лагерь в первый раз, будучи ребенком, он был постарше, чем отец, и они бежали на фронт. И по дороге что-то украли, и получили срок. И он сидел до, по-моему, 56-го, что ли, года. То есть, в общем, так получил по-хорошему. Вышел абсолютно больным человеком, туберкулезником. И он, и отец в него, вот отец времен начала оттепели, он в него аж вцепился. В его рассказы, в его вот эту такую несправедливую судьбу. Но он же хорошего хотел, он хотел на фронт, да, он же не хотел там. Но есть было нечего, вот они там, значит, где-то что-то вытащили. Огромное, конечно, на него влияние оказало знакомство с двумя людьми, с Андреем Синявским, который был в школе-студии МХАТ его преподавателем. Но когда вы общаетесь с человеком, который потом становится одним из виднейших диссидентов, по стиле его жизни и по тому, как и что он говорит, вы примерно можете понять его отношения к окружающему миру. И второе, конечно, важнейшее знакомство было знакомство с Вадимом Тумановым. Он прошёл сталинские лагеря восемь лет, восемь раз пытался бежать. Если когда-нибудь доведётся пожать ему руку, значит, это будет... Ему сейчас 95 лет, и дай бог ему здоровья. И Вадим Иванович, как человек с очень сильным характером, с сильной харизмой, конечно, на Высоцкого произвёл большое впечатление. И его лагерный опыт, эти рассказы, конечно, очень большое значение на творчество, вообще на мировоззрение Насоцкого оказали. А правда, что вас назвали в честь Хрущёва? Правда? Хрущёв был для нас ну как бы персонажем. Я же сказал, буду плакать. Я помню, как нас подняли, мы уже спали, нас подняли с постели, Высоцкий пришёл. Это была большая комната в квартире на Кутузовском, и мы сидели в предбаннике с сестрой в халатах и слушали Высоцкого. Он пел «Коней». У меня совершенно раздирало сердце, мне было 10 лет, у меня раздирало сердце от этой песни. Ваша мама дружила с Высоцким, как они познакомились? Они познакомились у Михаила Шатрова на аэропорте. Там была такая колония писателей, там много жило писателей. Она, по-моему, это был 68-й год, она была в гостях у Шатрова, она дружила с Шатровым, пришла в гости, и там был Высоцкий с Мариной Владей уже. И они разговорились, ну, естественно, все разговорились, и таким образом они познакомились, но не общались. И в 70-м году Высоцкий позвонил маме и сказал, слушай, Юл, мне нужно срочно поехать к Никиту Сергеевичу. Тут важно сказать, что Никита Сергеевич уже отставник, он живет на даче и не при власти. Уже 6 лет отставник, в 64-м году его отставили, он ушел на пенсию. Он пришел и сказал, мне очень надо, просто сейчас это для меня петь, мне не дают петь, для меня это не хобби, это образ жизни. Это образ жизни, поэтому мне нужно... Он рассчитывал, что Хрущев ему как-то поможет? Я думаю, что... Я не думаю, что... Потому что никто все-таки не ожидал, что Хрущев может кому-то помочь. Я думаю, что это такая вообще тоже в советской системе была интересная форма, потому что Хрущев был советским лидером и никогда не перестал быть советским лидером, несмотря на то, что его отправили на пенсию. А Хрущев знал, кто такой Высоцкий? Не знал, абсолютно не знал. И, кстати, потом в многих интерпретакциях говорят, что вот как он мог не знать. Ну как он мог знать? Музыку аутсайдер-арт, что называется, он не слушал. Он в театр на Таганке не ходил. И походили, она рассказала, ну примерно минут 40, и потом дедушка сказал, вы хотите там зайти, а Высоцкий сказал, Никита Сергеевич, а у вас выпить не найдется? Ну так вот, так хорошо разговариваем, выпить. Дедушка говорит, молодой человек, пить нехорошо, но так вот для тепла, конечно, так заходите. Хрущев достал московскую особую, зеленый этикет, сказал, я пить не буду, мне нельзя, мне врачи запрещают, но вам, молодой человек, так для согрева, но вы не злоупотребляете. И потом Высоцкий много раз рассказывал, как он уговорил эту бутылку, и мама сказала ему, никто бы ее не дал уговорить. После двух стопок дедушка взял, закрыл бутылку, сказал, молодой человек, вам хватит. Все, уже для разговора нам достаточно. И они продолжали примерно еще где-то час, сколько-то разговаривать и про 20-й съезд, и про Сталина, и про свободы. Вот тогда они с Высоцким обсуждали. И мама говорила, что могут сидеть еще, могли сидеть еще очень долго. Гитары не было. Тоже, кстати, вранье часто, что он пел. То есть он не пел? Он не пел, гитары не было. Он в этот день уезжал в Минск на концерты. И уже все вещи были собраны, так что гитары не было. Но он сказал, я вам, Никита Сергеевич, я обязательно просто в любой момент, сейчас. И когда они выходили, мама сказала, я ей сейчас песню напишу про Хрущева. Мама говорит, ты, пожалуйста, ему только не пой ту, которую ты уже написал. Потому что в 64-м году Высоцкий написал совершенно разгромную песню «Дурачин и простофилия». Жил был добрый дурачин и простофилия, куда только его черт не носилия. И однажды, как назло, повезло, и совсем чужое царство занесло. Это мы когда писали, вот у меня в квартире вот ее запись. И через какое-то время приходит милиция и говорит, что вот тут соседи жалуются. Я говорю, о чем дело там? Ну, пришли прямо, ночь уже, там, 12, час. Что тут Высоцкий орет, понимаешь, туда-сюда, ну хорошо, мы сделаем вроде тише там. И они, ну ничего, эта милиция абсолютно спокойно, с пониманием отнеслась. Ничего мне, как говорится, за это не было. А они знали, кто такой Высоцкий? Милиционер? ну конечно, ну как же мне знать. Милиция не знала. Милиция все знает, как его надо. А насколько опасно было записывать Высоцкого в 70-е годы? Ну, мне это самое, товарищи, известные из органов каких-то, так сказать, были разные там, ну и по работе связи, потому что я все-таки занимался такой. Тоже тематика такая, не совсем открытая. Доворили, слушай, ну ты вообще там поаккуратнее с ним, потому что знаешь, вот он придет, я говорю, ну придет, ну заберут, а что там, расстреляют перед строем? Ну нет, конечно, это все ерунда. Собирались же они с Мариной записать альбом на Мелодии и записали. Да, двусторонний, на одной стороне Высоцкий, на другой Мариной Владе и записали. Записали с замечательными музыкантами, с ансамблем Мелодия, с Гораняном, там были музыканты из оркестра Лунстром. И не вышло. При жизни не вышло. Они приходили где-нибудь чего к министру культуры, на прием. Он говорит, слушайте, неужели не вышло до сих пор? Как же так? Сейчас я позвоню, спрашиваю. И такая же история у Высоцкого все время происходила с его песнями для кинофильмов. Он же очень много написал, даже для места встреч изменить нельзя написал, но очень мало как что вышло в итоге. Ну, тут не только дело в цензуре, хотя тоже, конечно. Ну, цензуры просто зарубали и все. Но были и вполне практические соображения, по которым эти песни не попадали. Непоющий Высоцкий. Он даже с обидой потом несколько раз об этом говорил. А вот режиссер решил придумать, что будет Высоцкий, но не поет. Ну, вот так. Но я-то думаю, что это был как раз очень правильный ход. Потому что это сразу стал Глеб Жеглов, а не Высоцкий. Воспринимаем все равно, когда мы смотрим этот фильм. Мы же не говорим, а Высоцкий сказал, что вор должен сидеть в тюрьме. Мы говорим, Жеглов сказал, что вор должен сидеть в тюрьме. Если кирпич вор, он должен сидеть в тюрьме. И людей не беспокоит, каким способом я туда его упрячу. Вор должен сидеть в тюрьме, верно? Вот что людей интересует. Копытина, останови машину. Давай сейчас выйдем и спросим у ста человек, что им больше по сердцу, мое вранье или твоя правда. Вор должен сидеть в тюрьме. Естественно. А куда же его девать? Это закон. Это закон жизни. Каждый получает по своим заслугам. Скорее всего, правильно будет разобраться, насколько он заслуживает сидеть в тюрьме. Ну, как-то так. Я думаю, что все средства хороши здесь. То есть можно и подбросить улики, если уверен, я думаю, что да. Надо действовать справедливо, не обманывать. Нужно честно доказать, в чем он не прав. Может, он вообще не прав. Лучше 10 виновных отпустить, чем одного невиновного посадить. Вот как предлагал Жеглов, нормальный ход. Нормальный ход, а что? Главное, что доказать, что ты, что человек виновен. А каким способом ты это докажешь? Мне кажется, это отростепело. В этом смысле Высоцкий сделал, конечно, черное дело. Потому что его обаяние, которое он передал с экрана публике через образ Глеба Жеглова, оно сделало абсолютно черную работу. Потому что Жеглов ведь совершает преступление. Он подбрасывает кошелек, он сутифицирует доказательства, он шьет дело. Но мы же знаем, что Жеглов, он хороший, что он на правильной стороне. А он же плохой кирпич. Мы это знаем заранее. Нам это уже известно. Но в обычной жизни же так не бывает. В обычной жизни это некий преступник, некое преступление, которое нужно доказать. И некий следователь, который далеко не всегда так обаятелен и далеко не всегда так честен, как Глеб Жеглов. Если бы меня спросили, «Антон, какое бы кино с участием, какой фильм с участием Владимира Высоцкого вы бы порекомендовали посмотреть, кроме Глеба Жеглова, то я бы, конечно, сказал, что это короткие встречи». Я когда первый раз посмотрел, у меня вообще не было вопросов, почему мы его запретили. Ну это потому, что это абсолютно антисоветское кино. И плюс там все-таки необычный Высоцкий, он там не кричащий, не на разрыв аорты, а он спокойный, он даже идет так, наигрывает немножко, иногда в полголоса говорит. Вот я со своим голосом ничего не делаю, потому что у меня голос всегда был такой. Я даже был когда вот таким маленьким пацаном и читал стихи каким-то взрослым людям, они говорили, надо же, какой маленький, а как пьет. То есть у меня, у меня всегда был такой голос, ну в общем, низкий, раньше говорили пропитой, а теперь из уважения говорят стрейщины. Он учился в школе-студии, вот это я могу свидетельствовать, я просто знаю, как ставят голоса в школе-студии МХАТ, и это серьезное дело. И ему сказали, первое, что ему сказали, что у него там абсолютное чувство ритма и полное отсутствие голоса, просто профнепригодность написана по голосу. А Любимов ему, вот в чем Любимов, ну кроме всего прочего, он вообще великий, но вот он разрешил Высоцкому быть Высоцким. Он ему разрешил вернуться вот к этому своему голосу. Не пройдет и полгода, и я появлюсь, чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на Бог. Это отдельная тема, то есть Высоцкий в отрыве от голоса. Ну и от образа, да. И от образа, и от голоса. Манера от подачи. Ну собственно, известная же история, когда они оказались с Мариной Влади в Лос-Анджелесе. Майк Медовой, там продюсер был такой, он устраивал ну что-то типа вечеринки. Там был Милош Форман, Роберт Де Ниро, Лайза Миннелли, ну и Марина Влади и ее русский муж. По-английски он говорил так слабенько совсем. По-французски говорил, кстати, неплохо. Есть интервью в французской телепередаче. По-английски он почти не говорил, он не знал, чем себя занять. Сидел с гитарой, что-то стал наигрывать потихоньку, что-то, так сказать, петь. В общем, запел. И Милош Форман об этом вспоминал, и не только он. Но это действительно именно манера. Люди же не понимали русского, не понимали, о чём он поёт. Но манера подачи произвела впечатление на присутствующих. Она рассчитывала, когда они приехали, и она хотела ему помочь сделать карьеру и в Европе. Она его знакомила с огромным количеством людей, которые составляли её круг. Она многого добилась, но, конечно, он всё равно оставался русским. Он всё равно, она не стеснялась, да, он оставался мужем Марины Влади, что как бы тоже тогда, в общем, кое-что дозначило. В Америке она тоже, она хотела, чтобы он не остался там, но чтобы он мог работать там. Она хотела, чтобы у него был порядок с языком. Он был достаточно обучаемый в этом смысле человек. А у него, у самого, у него был какой-то азарт такой, да, я это смогу. И далеко не всё он смог, ни в Европе, ни в Америке. Он думал, что в конце 70-х годов Высоцкий приехал в Америку. Привыкнув к большой славе, он думал, что и в Америке как-то он откроет Америку для себя и себя для Америки. Но из этого ничего не вышло. Я помню, когда приходили журналисты из «Нью-Йорк Таймса», мы объясняли им, что это наш Боб Дилан. А они послушали и говорят, что не похожи. В один из приездов в Нью-Йорк, тогда, по-моему, он не выступал. Он побывал у Барышникова, но с Барышниковым они были знакомы ещё. В Ленинграде они были знакомы ещё с давнишних времён. Собственно, он его с Бродским и познакомил. И если нам вообще важно думать, рассуждать о том, поэзия это или не поэзия, то, конечно, отзыв Иосифа Бродского о поэзии Владимира Высоцкого, я думаю, что уж Бродскому мы можем довериться в этом смысле. Отзыв, он о нём говорил именно как о поэте. Лучшего поэта России как внутри её, так и извне. Так и извне. Собственно, вот она и характеристика. И у него есть видео, где Иосиф Бродский достаточно подробно как поэт разбирает поэзию Высоцкого. Меня в некотором роде даже не устраивает, что это всё сопровождается гитарой. Потому что это действительно само по себе, как текст совершенно замечательный. То есть я говорю именно о его способности, то есть о том, что он делал с языком, о его рифмах. Бродский смотрел на Высоцкого как на поэта. Отделял его от голоса, не потому что ему не нравился голос, а просто он отделял его от голоса и воспринимал его тексты как поэзию. А правда ли, что в гастролях, в том числе и по США, Высоцкого всё время сопровождали агента КГБ? Они хотели бы это делать. Дело в том, что Высоцкий въехал через Францию, как всегда это и делал, а потом они перепрыгнули в Штаты. И там Высоцкого потеряли. В смысле потеряли не свои, а потеряли чужие. И дальше стали звонить люди из аэрофлота, из посольства, из атташе по культуре. Где Высоцкий стали его искать? В Квинс колледже был концерт. Говорят, приходите, он сегодня выступает. Пришли советские дипломаты, советские представители, нашли Высоцкого на концерте и увидели, что он жив, здоров. Дело ведь тут в чём? Не суть важна, где он конкретно, главное, чтобы он не сбежал. Я думаю, что, может быть, я ошибаюсь, я думаю, что те, кто ведет Советский Союз могут быть немного осознанными о выставке вас из-за страны. Они не? Я имею в виду, что они не об этом concernят? Они не об этом беспокоятся о вас вообще? Нет, почему? Я уже оставил Советский Союз четыре или пять раз и всегда вернулся. Это даже смешно, потому что я думаю, что, если я был такой человек, что они боялись, чтобы уйти из-за страны, они будут проводить довольно разное интервью, чем мы сейчас. Какой был шанс, что он станет невозвращенцем? Тоже почти нулевой. Ему хотелось бы стать популярным, конечно, ему хотелось бы стать популярным за границей. Он думал об этом, но это была попытка со стороны Высоцкого, когда он записал письмо, известное как письмо Уоррену Битти. Уоррен Битти снимал фильм «Красный», который потом получил несколько Оскаров, и прошел слух, что ему нужны советские артисты, русские. И якобы ему интересен Высоцкий. Якобы. На самом деле неизвестно, интересен ли он был Уоррену Битти, или это действительно был слух. Но Высоцкий записал видеописьмо, можно сказать, презентацию или резюме. Это 79-й год, и смотреть это сейчас чрезвычайно интересно, и при этом очень больно. Потому что это записывали на журфаке, в телестудии. В нем была неплохая аппаратура, то, что мы договорились, что можно было снять. Значит, стоит камера, и Высоцкий, уже Высоцкий, 79-й год. Тоже на пике с Клаудиом. Абсолютно известный каждому здесь человек. Пытается рассказать о себе человеку, который о нем ничего не знает. Восстать, вооружиться, победить или погибнуть, умереть, уснуть. и знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук. Он показывает монолог Гамлета, он играет какие-то песни, он пытается говорить по-английски, потом сам себя прерывает. Вроде, зачем я говорю-то по-английски-то? Ну, на ломаном английском. Вроде переведут же все. И действительно, как устраивается на работу. Это смотрится, с одной стороны, очень искренне, с другой стороны, действительно, отчасти унизительно. Потому что ты понимаешь, что для нас это великий человек, великий артист, великий поэт. И он пытается хоть что-то рассказать о себе, чтобы человек за океаном понял и взял его в свою картину. Я не знаю, пытались ли вообще передать эту кассету куда-то. Но вот такой вот документ, что называется, эпоху сохранила. Вместе с Мариной Владей Высоцкий объездил десяток стран. Они были, ну понятно, в Европе, в США, в Канаде, были даже на Таити. Но реализоваться профессионально, как вы уже поняли, за границей у Высоцкого не получилось. И вообще сложно вспомнить успешный случай, когда человек, чья работа полностью связана с русским языком, будь то артист, будь то исполнитель, будь то журналист, добился бы равного успеха в англоязычной или просто иноязычной стране. Случаи типа Михаила Барышникова всегда стояли особняком. И не будем забывать, что Барышников не работал с языком танцовщика. В самом СССР было несколько попыток устроить для Марины Влади и Высоцкого какой-то совместный проект. Один, например, пробивал Михаил Живанецкий. Он хотел, чтобы в спектакле московского мюзик-холла Высоцкий и Влади выступили в таком диалоге между Москвой и Парижем, где Высоцкий бы играл на русском, Влади на французском, но цензура по какой-то причине эту идею зарубила. И единственный раз Высоцкий и Влади сыграли вместе в эпизоде фильма «Их двое» венгерского режиссера Марты Мессерша в 1977 году. Похоже, у Вас плохое настроение. Немного устало, вот и все. Мы с Вами уже встречались. В прошлый раз я Вас видел в магазине вместе с Юрикой. Я поздоровался, но Вы меня не заметили. Не заметил? Неужели? Давайте пойдем куда-нибудь. Выпьем кофе. Тем не менее, вместе с театром на Таганке Высоцкий часто гастролирует, в том числе за рубежом. И в том же 1977-м он играет Гамлета во Франции, в Париже, Леоне и в Марселе. Кул задик Я вышел на подмост Самый, возможно, самый знаменитый выход на сцену, это был в роли Гамлета в Марселе, 1977-й год. К тому моменту у них с любимым стычки были все чаще. И они в очередной раз с Юрием Петровичем разругались. И Высоцкий ушел, что называется, в город, в народ. Человек хоть и говорящий по-французски, но... А это еще Марсель. И он пропал. То есть он натурально пропал в этом Марселе, они его стали искать, они его нашли в каком-то кабаке с какими-то людьми. Совершенно в таком уже разобранном состоянии играть надо. В общем, спектакль не прямо через час, но уже скоро. И он, что называется, в похмелье, на фоне скандала и ссоры, он выходит на сцену в Марселе играет Гамлет. И все, кто видели этот спектакль, имеется в виду и струпы, они сказали, что более гениальной игры Высоцкого не было вообще ни разу в жизни. А Владимирову говорили, что он умрет. Он играл Гамлета так, как можно сыграть в последний раз. И после этого вообще не выходить на сцену. Вы рассказывали, что, например, таможня как-то у него отобрала кольцо и вообще, что его прессовали. Да, 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 да. Это остановили, взяли кольцо, которое он вез Марине. Антикварное. И они улыбались и говорят, ну что вы, у нас в сейфе полежит, не страшно. Все заканчивается. Не волнуйтесь, пожалуйста. Ну и он улыбался. А тут уже объявили посадку. И он в буфет стакан коньяку взял, выпил и пошел на посадку. И все это, опять же вспоминаю его знаменитые стихи. Последний куплет. И нас, хотя расстрелы не косили, но жили мы поднять не смея глаз. Мы тоже дети страшных лет России. Безвременье вливало водку в нас. Это Юлия Афонина. Юля делает ютуб-канал. Называется «Филолог. Все. Я. Руси». Очень прикольный, потому что там про литературу, казалось бы, очень скучную, очень бодрым, современным языком. И что меня всегда радует, это по картинке здорово сделано. Я поэтому Юлю позвал поговорить про один из ваших выпусков, где у вас разговор как раз про пьянство Высоцкого, Венедикта Ерофеева, Сергея Довлата. Вот все это вот литературно-интеллигентской тусовки. Но первое, что я хочу спросить, вам же 24 года. Почему человек в 24 года вообще заинтересовался пьянкой сорокалетней давности? Я недавно впервые посмотрела «Афоню». Мне это показалось очень интересным. Я дальше смотрю, смотрю даты рождения разных людей. И Куравлёва, который сыграл Афоню, и Высоцкого, и Бродского, который тоже описывает все время какую-то тоску. И пьющих Ерофеева, Довлатова, Николая Рубцова. Не все, там чуть ли не одногодки. Там 36-й, 38-й, там максимум 40-й, 41-й. И мне это показалось интересно. А почему, почему такая большая концентрация людей, пьющих, сильно пьющих, либо очень сильно тоскующих? И мне было интересно разобраться. Почему же? Любые рассуждения о каких-то поколенческих особенностях, это, конечно, натягивание совы на глобус и очень сильное усреднение, упрощение. Но, тем не менее, большое количество людей проживало примерно похожий опыт. И именно у этого поколения, если вот так же усреднять и смотреть на это поколение, как-то так получилось, что их детство выпало на войну, когда всё чёрно-белое, когда есть хорошие и плохие, когда вот враги, вот свои. И мы видим, что они воспитывались такими. Потом их молодость выпала на оттепель. И такие общие места, что оттепель – это время какого-то оптимизма, когда люди верили, что дальше будет только лучше. Мы будем дружить с Америкой в том числе. Нету своих и чужих, всё сложнее. И дальше снова получилось так, что время наложилось на кризис среднего возраста. То есть тут и кризис среднего возраста, и у страны тоже. И вдвойне увеличивается эта тоска. Следующая потребность – признание. У большинства людей, которые попали в это тоскующее поколение, у них не реализовывалось, у них не получалось. Насколько мне известно, Высоцкого именно официальное признание, там признание критики, признание его как поэта, как автора текстов, его не было. И это приводит к пьянству, как к бегству от себя? У кого как. Всё-таки поколение было разношёрстное, и у кого-то это было пьянство, как побег, скорее, от реальности. Высоцкий совершенно точно понимал, что это проблема. Потому что это мешало и жить, и работать. Но поскольку проблема эта началась… Это, видимо, генетическая какая-то вещь. Потому что это было совсем ранних лет. Проблемы в театре были ещё, когда он мыкался по театрам в первые годы. Постоянные истории с срывами, с неявкой, с запоями, с какими-то такими вещами. И наркотики… Мы не знаем, кстати, когда это произошло, при каких обстоятельствах, кто первый ему это дал. Одна из версий, что в Горьком, когда он был, просто какая-то медсестра, пытаясь вывезти его из запоевого, уколола его. И вот, мол, её мужу это помогает. И это действительно снимает этот абстинентный синдром. Проходит похмелье, человек работоспособен, это на какое-то время дают энергию. Он находил себе оправдание. Ну вот на Западе же. Артисты, они же все на этом сидят. И они звёзды, они же могут. Почему я не могу? Такая иллюзия наркомана, что он в любой момент может это прекратить, соскочить и вернуться в обычную жизнь. И в какой-то момент, как я понимаю, уже была даже не алкогольная больше проблема, а наркотическая. Потому что столько, сколько он работал, это было, конечно, очень… Он же, понимаете, он снимался, он играл в спектакле, он ездил по стране, он по два, по три часа выходил на сцену, пил свои песни. И всё это он с такой отдачей делал. И поэтому вот это всё действовало. Помимо того, что у него была болезнь, алкоголизм – это болезнь. Абсолютно бессмысленный разговор. Что бы там сказал бы, спел бы Высоцкий, если бы он прожил 60 лет, 70 лет. Пион и 50 лет не смог бы прожить. Это абсолютно изношенный, уже был 42,5-летний мужчина, абсолютно изношенный изнутри организм. И он в последний месяц и выглядеть стал плохо. Он более-менее всегда держался бодро. Если посмотреть на последнюю фотографию, это совсем такая грустная картина. Вот мемориальная доска на доме на Малой Грузинской улице, где в ночь на 25 июля 1980-го Высоцкий умирает. В свидетельстве о смерти укажут, что причиной явилась сердечная недостаточность. Несмотря на то, что весь 1980-й Высоцкий чувствовал себя все хуже и хуже, он, тем не менее, незадолго до смерти получил очередную выездную визу и 29 июля собирался лететь в Париж. Когда он умер, на самом деле, это был шок для очень многих самых близких людей. И для меня в том числе. Вот. Поэтому это чувствовалось, это да, вот я с задним числом понимаю, что это чувствовалось во всем. Вот во всем. И при этом вот такое ощущение, что все будет, все будет нормально. Все будет, он как себя в какой-то момент скажет стоп и пойдет. Два, на самом деле, некролога было, вот таких вот малюсеньких, крошечных. Вечерний Москве, главный редактор действительно имел потом проблемы из-за этого некролога. Нет интернета, не говорят об этом ни по радио, естественно, ни по телевидению. Плюс это Олимпиада, когда вообще не надо людей отвлекать от хорошего. И вот в этой вот Москве к полудню уже вся Москва знала, что он умер. Самое удивительное было, ну, наверное, бывало людей в одном месте и больше по какому-нибудь поводу, я не знаю, первомайская демонстрация, там, я не знаю, ну, или что-нибудь. Но здесь все было в чем, вот, ну, самое удивительное и главное вот того, что никто не ожидал, и потом с любимым он говорит, он говорит, вы никто не ожидал, я знал, говорит, вот, ну, что будет. Думаю, он не знал. Это был абсолютный шок для Москвы. Мама говорила, что это была одна из самых душераздирающих церемоний, на которых она когда-либо была. Я сказала, а похороны дедушки? Она сказала, нет, похороны дедушки, мы были к ним готовы, а вот к этому мы были не готовы. Действительно, в нашей истории, если не иметь в виду похороны Сталина, ничего близкого вот по такому спонтанному проявлению человеческого горя не было. В чем заключается феномен друзей Высоцкого? Когда он умер, появилось огромное количество людей, которые говорили, что Володя, мы с ним пили, на ты были и все такое. Дело в том, что, во-первых, во многом это правда, потому что, когда Высоцкий выпивал, то он часто шел на рот. Он часто был на Рижском взморе, бывал, и у меня много знакомых, которые рассказывали, что вот он где-то пьяный на пляже, а мы с бутылкой туда-сюда. И вот, конечно, Высоцкий никогда не помнил этих людей, но для них это было событие всей жизни. И это не только Высоцкий. Я думаю, что то же самое происходит с какими Битлзами тоже. Есть масса людей, которые знают его их с детства и так далее, и так далее. Но лично я видел, как это происходит с Бродским. Вот вокруг Бродского, когда он умер, выяснилось, что половина населения русской Америки с ним выпивала, а вторая половина спала, если речь идет о женщинах. И в этом отношении это вполне естественно, потому что, когда человек мертвый, он становится достоянием народа. Он уже перестает быть собой, он становится мифом. А с мифом каждый может жить, как он хочет. Как Вам кажется, насколько его песни и он как образ актуален сейчас? Что-то актуально, что-то неактуально. Мне кажется, что в какие-то моменты прям очень актуально. Какие-то песни если послушать недавно в рамках нашего проекта где история про песню автозавистника. На кардан мы с ним к магазину снесли, не там, чтоб капиталистический фиат маскировался под названием Шигули. И как раз вспомнили про параллельный импорт, когда начались определенные события, назовем это так, вдруг сейчас вспомнили песню Салбатой Рупа Центр. Повышенное равнение за метром метр идут по Украине солдаты группы Центр. Хотя она написана в общем по-другому немножко была пована. Но хорошо легла в Кангу события. И так вот иногда натыкаешься на какую-то песню. Причем с обеих сторон. С обеих сторон, да. Когда его начинают лифы ставить и в одну колонну, и в другую колонну. Володька-то точно был с нами бы. Уж он бы сейчас бы спел там про специальную военную операцию. Нет, Володька ни за что бы не принял вот это. Я думаю, что сейчас все те, кто писали тогда, они вдруг приобрели новую актуальность. Когда я росла, Пастернак был поэтом. Как бы поэтом того времени, потому что он писал о природе. А Мандельштам, Осип Мандельштам, был поэтом того страшного сталинского прошлого. Мы живем под собой не чуя страны, наши речи за 10 шагов не слышны. И вдруг я читаю Мандельштама, и он оказывается самым современным сегодня писателем. И с Высоцким может быть не совсем то же самое, но вот эти комментарии прошлого, они сегодня приобретают необыкновенную актуальность. К Высоцкому, мне кажется, к нему такая волнообразная, может, не только к нему любовь. И бывает, я это по кладбищу вижу, по могиле. Я же равно слежу за могилой и туда люди приходят, туда экскурсии водят. Вот я слежу по количеству цветов, убирать же надо, они же там подгнивают цветы. И не только поэтому, и в том числе как сюда ходят, какое количество там, скажем, скачиваний в интернете. Волнообразное, волнообразное. Вот сейчас подъем. Сейчас подъем интереса к Высоцкому, к его биографии, к его стихам. Вы знаете, вообще тема всех, не только отца, вот 60-х, 70-х, ну одна из самых основных, это вот поиск настоящего, тоска по-настоящему. И когда настоящего по каким-то причинам не хватает, потому что не разрешают, потому что пытают это настоящее сделать не совсем настоящий, вот тогда вот эта тоска появляется. Он очень-очень актуален, и он смог сделать все то, о чем мы только говорили на кухнях, и боялись сказать прямо, а он смог и сделал. И сколько ни пытались нагнуть его, прогнуть, вдвинуть на свою рамку сейчас так появившиеся его многочисленные друзья и биографы, сделать из него хулигана, наркомана, алкоголика, ничего не получилось, потому что он был и остаётся поэтом, воспевшим свободу в самое несвободное для Советской России время. И с этим уже ничего не сделать. Вот это самое главное, что он смог. Открытый в 95-м памятник Высоцкому на Страстном бульваре, буквально в двух шагах от Большого Каретного, где он жил, на мой вкус, далеко не самый удачный памятник. Он, тем не менее, точно воспроизводит тот образ Высоцкого, который остался в массовом сознании после его смерти. Образ певца, барда с гитарой и душой нараспашку. Напомним, что сам Высоцкий этот образ как раз не очень любил. Он хотел остаться в памяти людей поэтом, но таковы уж особенности посмертной памяти. Если она у кого и случится, то никогда нельзя заранее предугадать, что люди запомнят. Я сегодня не буду, друзья, говорить, как обычно, что все выводы у нас на канале вы делаете сами, потому что я уверен, что у каждого из вас, по крайней мере у тех в нашей аудитории, кто старше 30, точно есть какое-то свое сформированное отношение, свой сформированный образ Высоцкого. И надеюсь, мы сегодня смогли к нему добавить какие-то детали. Что хочу добавить от себя? Мне кажется, что его главное наследие, не считая его текстов и его песен, это энциклопедия советского быта, которую он создал и нам оставил. Вот как Пушкин, согласно классическому определению, создал в Евгении Онегине энциклопедию русской жизни начала 19 века, так и Высоцкий всем корпусом своих текстов создал энциклопедию советского быта, второй половины 20 века со всеми горестями, со всеми радостями и с ветеранами, и с бандитами, со шпаной, с коридорчиками, которые кончаются стенкой, и с туннелями, которые выводят на свет. И здесь уместно еще раз вспомнить эту городскую легенду про то, что был какой-то опрос, и люди сказали, что за своим новогодним столом хотели бы увидеть Высоцкого и Гагарина. Это действительно две разные стороны советской жизни, как инь и янь. Если Гагарин – это такая парадная сторона, это то, как советский человек хотел себя видеть, у нас есть отдельный про Гагарина выпуск, посмотрите, то Высоцкий – это то, что советский человек всегда про себя знал, то, что он всегда про себя чувствовал, то, что он в себе всегда не любил, и чего, в общем-то, побаивался. Какая-то такая не всегда светлая сторона, не всегда трезвая сторона, но это все-таки и то, что мы в себе ценим, когда такое за собой чувствуем, согласитесь. В этом смысле Высоцкий – это не фасад, а скорее кулисы, черный вход в советскую действительность. И, как мне кажется, его нынешняя, вновь возникшая актуальность, она связана не с ним самим, а с этими попытками вновь и вновь воспроизвести советскую действительность на новом этапе, вновь и вновь наполнить ее каким-то новым или старым содержанием. Но тут важно помнить, что, пытаясь воссоздать Советский Союз, мы часто пытаемся воссоздать именно фасад. Тот, где Гагарин. Забывая про то, что были кулисы, где был Высоцкий. Воссоздать их по поручению сверху мне кажется совершенно невозможным. И в этом тоже один из главных уроков, который Высоцкий нам всем преподал. Это редакция. Комменты и лайки туда. Подписывайтесь на канал. Скоро увидимся. Ну вот все. На этом закончилось. Спасибо вам. Да, я ему еще скажу. На прощание еще. Начали. Что, надо узнать? Ну ладно, не важно. Ты делал вот такую крупность? Да, была такая крупность? Нет, вот такая полная. Мы сейчас посмотрим, может быть? Вот такую, да, конечно. Ну ладно, пошли. Спасибо. 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 . 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 Спасибо.